беленький грибочек вот еще один спрятался это первый мой поход за грибочками знаю ребят кто говорит выворачивают их я лично срезать пасказиночки такой вот замечательный грибочек тесь чистенькие ребята ни единого червячка нету с моего возьмем вот я вообще кнопочка маленький вот такие вы всех бы набрать на супчик идем дальше вроде не видать они обычно такие грибочки беленькие они обычно семейками рядышком растут черемуха а вот эту ребята ягоды кушать нельзя не путайте черемуху с крушиной вот этой ядовитенькая где-то воронами так а вот еще два беленьких ребята смотрите какие они замечательные грибочки а там вот под елочка еще один спрятался вот а ну-ка надо его собрать но супчик ребята будет просто отменный уже что-то есть у нас я друзья буду брать только шляпки вот такой вот родня привет туристы сегодня у я вышел на тихую охоту маленько пособирать надо грибочков говорят пошли уже белые лисички мухоморы так что сегодня отправляемся друзья я уже нашел немного белых и одного мухомора сегодня у нас обещают дождик небольшой у на всякий случай я с собой взял тент если что спрячемся хотел поздороваться раньше ребята с вами но не успел недалеко поднялся от поселка и сразу пошли прям беленькие молоденькие вот маленько уже на супчик есть так что ребята айда со мной сейчас мы еще с вами зайдем посмотрим они пошли ли маслята у нас обожаю ребята вот беленькие и грибочки маслята так вот это скрипун но он уже все он уже ребята там уже смотрите червяки его живут зеленые какие-то ладно пусть дает повык спортом так вот здесь вот сосники должны быть ребята маслята у нас каждый год я тут их собираю да 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 ребята вот они вот и маслята пошли вот это мне по ходу повезет сегодня ребята вот и маслята смотрите желтенькие просто хорошенько он там еще кучечка у нас ребята говорят медведей нынче полным полно стало смотрите какие масленки хорошенькие прям чистенькие вот таких вот на мариновку бы набрать было бы прям очень здорово вот таких вот молодец прям вообще они прям суперски прям ни единого червячка друзья тут вот еще два там еще два тут даже не два тут три наверно короче ребята грибов полным полно нынче оказывается не зря я пошел надо успевать готовиться к зиме пора у нас уже скоро через полтора месяца уже начнет падать снег вот какие ребята нам их смотрите сколько просто просто нашествие маслят это только в первом сосники у меня ищут там еще один сосничок есть местечко вот как вырос баранкой какие прелестные чистенькие тут их ребята просто уйма целые маслят вот прям можно косить их без остановки вон сколько их ребята тут вообще фартануло сегодня с грибочками под березович мы тебя дружок тоже такого возьмем молоденького пока ты не составился вот таких вот чисто больше не надо маслята они червивые друзья становятся быстро вот такие вот пятачки они самый смак я не ожидал просто что столько грибов будет и взял с собой только один пакет не знаю придется наверно завтра еще сходить потому что я сейчас набью прям на одном месте тут полный пакетик пакетик он прям просто повсюду свеженькие такие молоденькие видите видите тут пруд пруди после дождей они вот сразу же вылезли видать у нас дожди лили беспрерывно просто дожди с грозами молния сверкала гром громых а ваш дома окна дребезжали и вот видать маслята полезно а то я как-то ходил уже тут ну не так давно ходил за грибами грибов вообще не было вообще все сухо было везде пожары везде засухи у нас хоть благо пожаров тут в тайге нету слава тебе господи боже упаси конечно тайгу жалко зверюшек еще больше горят безобидные звери вот медведи то сейчас тут у нас их полно будет скорее всего от пожаров бегут ой не знаю братцы что тут творится просто я такое вижу просто впервой их тут на каждом шагу боишься наступить вот это тихая охота так охота когда тебе и мне охота подберезовичек хорошенький ладно пол пакета ребята просто маслят белыми ну и белых там маленечко так у нас уже калинка спеет скоро рябчиков ловить начнем пойдем из этого места тут хватит оставим на потом я во вечером ухалю лес тайга вот эти трава ребята выше меня просто роста мне надо пробраться вон кем сосны хоть бы медведя не встретить ребята будет номер я тогда забуду зачем пришел что тут тропы какие-то звериные что ли вот она красавица рябина уже тоже скоро поспеет ладно зайдем сейчас сюда наверно про бы проберемся как-нибудь ой тут вообще ребята заросли кромешные просто вот эти маленькие елочки не пройдешь я как-то тут в том году тоже напал на большие кучи маслят ой здесь походу нынче такая же такая же беда только надо их стоя не видно надо на корточки сайт садится ребята и прям по елочке смотреть ом видите до у маслята вы тут ножка то потолще молочные видите молоко какой-то из них бежит как будто молочно вот особенности масляк сопливые такие но ребята они просто нежные грибы самые нежные которые я ел маслята нежно и по моему еще подосиновики что ли тоже нежные грибочки кнопочка решил ребята остановиться я пока с маслятами хочу еще посмотреть лисички за маслятами я приду отдельно уже о какие белые братцы мои вы поглядите просто на это посмотрите какие великаны пеликаны скалопендра какая-то тут ползает иди отсюда уйди с моего гриба тут вот еще один красавчик опять со скалопендрисами ползи о кольки зарос у нас есть поход здесь у нас нет ничего это кто у нас опять маслята что же да боже мой куда мне этот уже по моему плохой на уже червя начали кушать дайте уже все по моему червя кушают вроде молоденькие уже все дальше пойдем тут вот еще какой-то мне попался уже стены ребята вы поглядите чё тут под веточками то какие мухоморище просто надо запомнить это место сегодня я их собирать не буду я приду за ними завтра среди черный туч выглядывает солнышко тепло становится то я из дома то вышел когда такое ощущение на улице ребята заморозок стоит холодно пришлось даже курточку одеть сверху в этом лесу в этих ребята джунглях должны быть лисички и белые грибы сейчас будем их искать вот я даже вам некоторым людям завидую просто выходите по мху и на мхе собираете а мы вот таких вот ребята в джунглях лази вот белый все уже отжил старенький стал грибочек там тоже старенький уже мы ребята ходим вот таких вот вот заросли завалы заросли буреломы ну тайга есть тайга тайга чернивая у нас готовит петельки на арябчика о какой белый я думаю это поганка сперва за кто-то что-то копал то ли барсук медведь непонятно просто в оба глаза смотри таких в папоротниковых джунглях настоящий джунглях сложность какая-то типа лёшка или кто-то уходил или бродил вот это да ребята смотрите какие просто громадные белые но не конечно уже уже все отжили свое но это просто ребята чернобыльские какие-то такие гиганты там он еще два гиганта 3 даже один хороший наверно это не сросшийся плохие на гиганты тут даже не подберешься к не все они уже сгнили странно что-то лисичек не видать сестричек наших по сути должно быть сдалека видно вот мухомору уже вижу сдалека просто два штуки стоят красавчики вот и они первые ребята две лисички как-то очень странно почему их мало нынче может так и есть что их нынче мало тут их обычно всегда было очень-очень много на этом месте так вот еще одна ребята лисичка без сестрички правда одна выросла вроде яркие оранжевые далеко должно быть видно значит их наверно просто мало пойдем на одно место сходим где их обычно бывает очень-очень много посмотрим там если там их не будет значит их и вправду меньше просто у нас их мало тут не знаю у кого в каких регионах у нас кем раз к области лисичек значит мало у лесной дороге ребята поле белый поле поганка не белый красавица вот такой вот вырос возьмем его белый они ценятся у нас тут муравейник ребята смотрите просто сонный большой такой они еле-еле живы солнце нету дожди льют они вот даже ползать не могут они просто из норок и слоих вываливаются как бы сейчас мне в этот лог бы спуститься и ноги будем себе не по переломы тропы нехоженые тайга нехоженая еще зарос крапива тут куда тут как тут идти непонятно даже не поймешь ребята с первого раза сюда хоба вот так вот там вам ребята ну по полю ходить выше выбрались наконец то ли я выше пошел ничего понять не могу где он то место оба подберезовичек тут стоит молоденький такой понять не могу ребята где моё то место моя цель где лисички должны быть вообще не понимаю куда идем выше то ли ниже так вот лисички уже вижу несколько штучек несколько штучек и 1 1 какая-то мертвая уже водянистая водянистая вот еще такие вот я маленько ниже спустился того места куда мне нужно то место мне надо он туда чуть-чуть выше заодно лисички сестрички не друзья лисичек меньше на самом деле их мало просто он еще несколько штучек а так по сути здесь просто должна быть должно быть целое поле лисичек на их нету есть вот такие вот белый хороший да тишина сова сможет сова что ли визит как какая-то птица большая явно большая птица какая-то так может визжать они уже по ходу отходят ребята лисички я наверно опоздал они какие-то водянистые что ли стали непонятно вроде два раза сюда приходил два раза как-то не знаю не то ли они местами только поле как я не знаю даже предположение нет вот ребята смотрите какой белый вырос просто граммами у своего только на размножение пойдет уже все подбежать вот тоже грибочек интересны по идее это подъемник или как подъемник а я их называю маховик не знаю кто как у кого-то есть эти кульбики кто-то бычки называет кто-то еще как-то в общем у грибов ждать название полно кто ночью способен ну все и тут опять еще не видно даже что-то летних нету ничего для 5 еще ранова начале сентября пойдут на это сейчас только видим а вот они ничего маленько лисичек нашел вот эти вроде чистенькие не водянистые это что-то маленько дождем напитаны они-то особо влагу не любят они начинают дождь себя впитывать воду поэтому их надо успевать было собирать без дождя пока дождя не было вот как тут сейчас провалить провалу еще у нас ребята в тайге встречаются неожиданные типа воронки такие ямы идешь идешь вечером особенно раз и ушел неизвестно куда в бездну ходить пехтушка интересно самолиниста не пойму шел через один лог попал как-то в два в три дрожи лога еще не еще одного жбина куда-то 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 наступать то ешки нормально чуть ноги не сломал а те иди просто чуть ноги не попереломал ребята и пакет не разорвал еще одна вожбина да что такое так она кончится три вожбины в ту сторону шел вроде одну проходил о смотрите кислится таежная витаминов мне сейчас очень много куда идти то ешки на мать вот как тут через такие джингли реально джингли сибирские таежные по такому лесу будешь идти 500 метров за час а вот эту ребята вот эту ягоду вроде так с виду как съедобная да но ее нельзя есть это волчевыка травили волков ей раньше вот такие дела так что если увидите ребята вот такой кустарник высотой не больше 40-50 сантиметров это волчевыка она не съедобная а вот это вот кислится вот это уже съедобная так что ребята как то так будьте аккуратны в тайге не все ягодки съедобные можно просто скушать и навсегда просто упасть два каких красавчика стоят так один уже все а ты что с тобой о это живой можно брать хорошенький вот ребята думал кто сейчас полетел а это коршун или копчик поймал в общем рябчик вот он еще даже тепленький общипать его успел вот так вот или это по моему даже не рябчик это не это не рябчик это какая-то ранжа что ли сейчас он к ней вернется сейчас мы за ним понаблюдаем он вот сейчас улетел только я поднимался оттуда снизу а он сидел вот дербанил видать я его спугнул вот тоже такой молоденький беленький вот с ведерочками таких только где их взять то вот шишку бурумлюки наверное вот так так липота какая все был сверху такой солидный да ребята а внутри съедены ребята господи опять маслята что ли пошли да и таки мимо таких то точно пройти никак невозможно прям с очень сочные молочные да сочные вот как это ребята а то они завтра уже будут старые потом надо вот вот смотрите сколько шишек сосновых вот она падала сосны вот куда-то как тут куда-то ты идешь разве еще хотелось бы костерчик развести чайка сделать ребята какой поход даже какая тихая охота без костра и без таежного чая ребята я думаю что это не по-нашему будет не по-сибирскому я бы даже так сказал пойти в лес и не разжечь костер не приготовить вкусный чай на костре это не мое это точно сейчас выберу место стоянку и будем с вами разжигать костерок ооо какой масленок ну конечно ему уже все умирают они причем все переросли тоже переросли хотя желтый но тоже это станет этот вот пятачок хорошенький хорошенький дядя дружная семейка поглядите красота то какая что говорит за тихая охота когда тебе и мне охота вон люблю когда всем приятно и лесу приятно и мне лесу приятно что его не забывают посетили а мне приятно что я сегодня ребята жарил ха будет супчик будет все будет с маслят перебирать еще правда придется а тут даже еще и пятачки такие есть мы тоже возьмем они какие-то червивые что не выросли а их уже черви кушают все я думаю пора с грибами завязывать много грибов тоже не очень хорошо когда их много сейчас найдем место для костях кадры наш вот вот мой дорогой грибочек подберезовичек ты какой от этого можно взять так ну думаю ребята не знаю камера что-то намокла что ли ну думаю вот на этом месте я и остановлюсь на полянке вот здесь вроде как и сухостой есть с дровами проблем нет только березку сейчас надо поискать и разведем костер и запарим наш вкусный таежный чаечек сыроватые ну ничего сейчас мы загорится все должно ух ты какая заряд сухостой чик тряхнем вот этот вот сразу сюда налитый водой сухих не найдешь чеечек поставим чеечек много запаривать не буду водой ух хватит ух хватит сухоп это не немного ну все он не войдет разгорелся и дрова сырые схватились сейчас махом закипит 2 а вот 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 ех чайочек горяченький подозбил ех чайочек горяченький подозбил ех чайочек горяченький подозбил